привет мы добрались до мансура были сегодня у машки посмотрели на маленькую медвежонку а теперь вот доехали до нашего любимца в хорошем настроении болтается играется требует все внимание и ласки после того как съел несколько хлеба он уже стал ленивый бегать ему не охота винограда килограмм чека полтора-два винограда у меня морковки хурмы изюма да очень вкусная форма изюм сьюгов никому такой мне кажется внимание не оказывать даже родственникам не присылают столько вкусняшек сколько мансуру да мансур 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 помаши лапой друзьям давай лапой помашем давай давай да не меня за хитрец вот чтобы поиграли с ним дожди что любит улыбаться манта не бятно архитмора архитмуля а холодные пятки не теплые лап тоже теплые он виноград когда поел потом облизывал свои пальцы очень смешно было не казалось что у него прям пример с этот виноградный сок очень любит виноград до виноградная душа а маша отказалась от винограда сегодня мне кажется наш еще не поняла да ну в другой стороны мансур же сразу стал есть апельсины муж никто не объяснял и в лесах они у нас вроде тоже не растут да да мне кажется у нас очень интересная медведь с такими вкусовыми предпочтениями которые сложно найти да в принципе мне кажется у любого домашнего животного ну откуда кажется кошки собаки все боятся вот этого цитрусового запаха а ему наоборот очень нравится как ему шкурка не нравится ну шкурку да мне кажется она просто такая остренькая он есть вместе с этой пленочкой мы видим да его прямо плющет все как ему классно папа чешет ай ты красава 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 ты наша красава красава малышочек медвежоночек медвежоночек да 300 килограммовенький как ты улыбаешься как ты улыбаешься ну реально видно что он прям улыбается медведи нет мимики ага конечно еще как когда три недели накормили у него мимика так другая совсем было эмоции не испытывает у него эмоции через край идут эмоции через край ну да он же и вот так подмурлыкивает и ну как рычит он когда рычит даже по нему видно когда он голодный и когда он не голодный от удовольствия поставить красава ну вот газ давай скорее миска красавец класс Красивый ласковый медвежонок Каждую неделю я играю с папой Жду его, потому что никто со мной больше не хочет играть Хорошо, покормим его, спасибо Что там еще орешки? Тоже анапские Тоже из Анапы тебе подарки Вот порция орехов Разные-разные Тут и грецкие, и обычные лесные Красава, ты красава Кожа, ну давай, еще чеши мне живот Устал что ли опять? Дай мне лапу Лапу дай Да, лапу лучше Давай, давай Мы знаем, ты умеешь Лапу дай Лапу дай Не-не-не Ишь игруля, не хочет Лапу Лапу Вот Молодец, Мансур, молодец Ты умный медведь А как он с шаром Бреда играет? Играет Где ты его нашел? Шар Бреда был на большом вольере Он его туда сам утащил? Нет, его в прошлые входные я не повесил Крепления, к сожалению, не подошли Так По этому один шар у него будет Как этот Для катания Второй подвесил И лег И пузо тебе чесать И играть с тобой надо И играть И пузо чесать Вауауауауауауаауаауаааауаа еще так повозиться можно ну с большой собакой например то что в принципе тоже можно будешь бояться сделать ей больно там еще она этого спокойно ложишься садишься ну да там не раздавишь даже если ты весишь там килограмм под 100 вы мне кажется вообще все равно просто пушиночка о серега теплых тут с нами о сергей привет сереже привет вот мансур тоже машет лапками до улыбается и машет улыбаемся и машет ну что какие планы мансур какие у тебя планы у тебя какие планы ой да у него это понятно бассейн тебе нужен бассейн летом купаться да вот чего тебе надо такую шкуру промыть это прям вообще нужно очень много воды тем более плавать ты любишь паться любишь скоро анонсируем проект уже прислали по бассейну и смета есть 800 с копейками тысяч будет стоить наш бассейн с учетом работы материал 4 с половиной на 6 метров это в этой же прям ямки да в этой же ямке и и расширим углугать и вряд ли понадобится но профилировать и дальше бетонный бассейн система ресуркуляции воды с очисткой три ступени будут широких таких чтобы медведь спокойно мог и лежать там на глубине допустим полметра воды а так до полутора метров глубина бассейна будет плавать можно будет и загорать не загорать до пляжик сделайте песчаный зонтик пальму лучше малину и яблоки ну да я помню федор же планировал сажать плодовые ягодные деревья весной 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 будем тебя сажать да и малинку чтобы лежишь так себе в шезлонге да мансур под пальмой два минута глаза прикрылась обдираешь малинку с куста а кто знает где лучше закупать саженцы что какие то есть в калуге рынке в москве сточат садово в москве да а по этим рядовской академии там вроде тоже саженцы подают потому что нам нужна самая отборная малина чтобы она прям туда носила и плодоносила и рябина и когда все ягодки нужны рябину с калиной так вообще уважаем да помнишь как ты собирал калину нашел куст в лесу а как он ее объедал бой он его прям по ягодке полчаса наверное объедал лесу то есть также аккуратно как он здесь есть абсолютно ну рябину на дерево лазили потом ветка ломали привезли ему с рябиной да я помню но он что-то по моему сначала ему интересно был он все объел а потом перестал наелся наелся света привет нет жени сегодня с нами нету жени сегодня отдыхает у всех такое ленивое настроение даже массу расставать не хочется только лежать даже у тебя ленивое все говорят у всех в связи со снегопадом давление вот я думаю интересно у медведей бывает давление так что лениво он сегодня в лежачем спарринге все лежат и мансур тоже лежит и андрюха тоже лежит на мансуре это у тебя шкура большая до теплая до теплая большая меховая еще и подшерсток есть и зубы вон какие да вот так в игре и получается осмотреть зубы спокойно все ли нормально не болит ли ничего и клыки и жевательные зубы мансур позволяет в общем то все хорошие беленькие я тут не знаю что там видно да внимание тебе внимание отлично с тобой с тобой общение тут все должны быть вдоль и на басе к мансуру потому что кто если не мы будем приезжать к нему в гости поставим тут ряд шезлонгов в бассейне да да мансур кто там кто-то увидел показался кто это испугался настя пришла давайте орешков дадим калитку закрываем орешки будем орешки будем есть конечно как ты кромкаешь о грецкий орех спокойно разгрызаем это грецкий да да грецкий орех разгрызаем выбираем ядра нас коровки все выкидывает и прям по маленьким штучкам вот первые полтора года он не мог грецкий орех грызть то есть им приходилось его раскалывать и тогда он выдал на тебе еще орешек сейчас грызет легко первые там так что если нужно колоть орехов грецких это к мансуру да он наколит только съест все можно накормить сначала а потом будет колоть это выбрасываем это съедаем вообще там за него все работу почти сделал как он определяет языком выбирает что выплюнуть чего съесть не знаю при условиях там морковки пропадают просто целиком и батон и вот грецкий орех выглядит просто песчинкой в пустыне он сегодня лопал батон и почти сделал его покажу как сделал его просто лапой а так чтобы до горбушки осталось торчать и все то есть этот целый батон вот целый батон который помещается в рот огромный просто мансур а тут прям такая мимимишечка на лавку лучше всего чем за снегом подбирать потом ночью мансур спит у себя в домике как мы определили потому что гнездо належано днем вот гуляет на лапу на лапу выложить заметь разгрыз на лапу положил с лапы не со снега хотя не знаю если запивать водичкой закусывать снежком тоже в родничею может ему белок завести будут орешки тоже грызть конкуренты так подъедать чем там не съел кошку же он когда заводил кошка сама пришла и потом куда-то ушла и птички жили в нем да и ты сказали ласков приходила ласка здесь нажила всех мышей передушила мне кажется так круто что мансур всех как-то приучает добрый малый гостеприимный птичкам гнездо снес то в итоге они же там по-моему чуть ли не знаю яйца вряд ли яйца не видели но гнездо там ласточки слепили у него в верлоге и в итоге он из дота снёс и да с басиком надо что-то придумать может быть какой-нибудь давайте сделаем конкурс кто на этом у нас уже есть желающие участвовать в доле вот может быть первому там допустим человеку который кинет денег на счет мансуру на бассейн мы подарим что-нибудь прекрасное бассейн уже кидали денег уже есть там если посмотреть бухгалтерии мансура уже есть в носа потому что ну принципе 800 тысяч это ну понятно что это в любом случае плюс минус будет сейчас где-то у нас порядка 100 тысяч есть то что на календарях накоплено ну и люди что присылали взносы так или иначе идут расходы по кормлению его содержанию поэтому ну там сумма плюс минус грубо говоря 10 20 тысяч вместе плавает ну вот какие-то небольшие накопления есть но нужно до весны набрать еще активнее ребята скидываться на басик мансурки медвежон очку на басик с пальмой да ну что пальму в кадушке купим вырастим федор же вырастил там ананасы да да может быть федя поделится ананасом пальмы да ну я представляю прям мансур такой с коктейлем знаешь такое ананас висит на боку стакан трубочки в конец и шутки воду надо будет ну да медведю без воды конечно очень сложно это гигиена и физиологически просто необходима вода ну у него такая шкура ты помнишь мы его когда мыли там прям даже промыть невозможно с первого раза не когда не промокает когда купаются ну да ну а ванна к сожалению уже все моложе да ванну надо маша передавать по наследству фундук с удовольствием треской раскалывает ой леночка вкусно ему не то слово мы как приехали вот уже несколько часов его кормим углажаем играем опять кормим все уже его нагладили наобнимались приехали от маши думали интересно почувствовать ли он какой-то посторонний медвежий запах вроде мне кажется никаких изменений не маша не душилась сегодня она была в молоке который привезли очень очень пошло прям маленькая еще она девочка конечно молочка ей нужно мансур там тоже любит молоко но она уже не переваривается несет его с молока вместо молока даем творог сметану такие вот продукты кисломолочные организатор воспринимал как и кальций был ну да кальций белок она малышка ей конечно нужно побольше она два литра выпила прям вот фактически сразу и с творогом и с хлебом вообще просто на удивление все что пролилось мимо миски потом пола подвезла пола подвезла и молоко поэтому если к маше поедете конечно привозите молока желательно деревенского не домик в деревне какой-нибудь мансур от домик в деревне отказывался у нас после орловского молока ну конечно он скормленный то у нас на фермерских продуктах в орловке молоко было шикарнейшее вообще да я думаю что здесь тоже где-то вокруг калуги как бы не где-нибудь и в калуге скорее всего есть у кого-то коровы кто продает молоко это смотреть просто молоко которое хорошее недолго играющего ну да да натуральное какое-то свежие которые но она обычно там на второй третий день киснет уже не не спит играет вот орехами балуется вопрос задают да не спит ли еще мансур в эту зиму он у нас спать не захотел месяц его не кормили в итоге специалисты ученые биологи сказали ничего страшного отъевшиеся нормальный начинаете кормить продолжайте к видеть через месяц ну холода как такового не было может быть смена обстановке то что из тверской области перевезли в калужскую может может быть может быть вольер открытый новый повлиял что открыли вольер столько интересного появилась да 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 что какой уж тут спать то потому что мансур конечно в прошлые года с ним переставали общаться и приходилось чтобы эмоционально он успокоился отвлечения не было подал такую спячку двигал в этом году настей туда настя да там но выйдет настя сегодня снегопады полетов нет на аэродроме тишина вчера и сегодня большие снегопады до градусу тоже мансура занесло снегом заходи ну по крайней мере мы увидим подружатся они или нет да зефир ты не против пойти поиграть чё грызет орешки снимаешь там садится телефон 3 или 5 процентов осталось потому что я думаю что будем завершать прямой эфир мансур доедает орехи скоро уже поедем всем большой привет мансура мансур мансур уйду эгегей мою все коробочку нет и коробочку тоже не отдам уйди все мое да хомячок а хомячок ой как вкусно вытаскивает по орешку да 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 все потрошит ребята если у нас сейчас все прервется значит это сел мой телефон вот я что-то вроде уже собиралась отключаться но не могу он прям так смешно это все ест хапуга ты мансур отдай коробочку отдай коробочку коробочку не мни нашли его на взлетной полосе аэродрома орловка в Крысской области три года назад три года назад вот вырос малыш но и жены что пытались пристроить пристроить не удалось точнее пристроили так что потом выручать пришлось этого дай заберу дай заберу я уже выспал все мое и коробочка тоже моя жадина мансур ты же спокойно всегда реагировал знаешь что у тебя никто но это очень вкусные орешки вот тебе скажи присылают из анапы орешков свеженьких этого сезона мне вот нет а мансуру присылают поэтому ему вкусно делиться не хочется если у вас есть орешки или что-нибудь вкусное присылайте да еще он очень любит сушеную хурму совершенно фантастическое вообще изюм прекрасно ест да если у вас что-нибудь произрастает в огородах можно присылать на почту да присылайте андрею все вот как вы видите доезжает до мансуру и выдается ему в больших количествах можно курьерской почты можно обычные до вас требования отправлять все это будет мансуру довезено донесено и выдано если вы сами не можете приехать вдруг далеко ну а так то лучше конечно приезжайте прилетайте здесь полоса большая единственное приехать можно к мансуру предварительно позвонив и согласовав то есть когда в будние дни здесь в общем-то не не принимает мансуру а выходные когда мы здесь будем рады видеть всех желающих да пожалуйста приехать к мансуру заодно можно и машу навестить теперь такое двойное развлечение можно посмотреть малышку машу привезти ей вкусняшек да вообще центр там привести вкусняшек и для волков и для енотов да и волчки и енотики и помощь руками требуется причем в центр калужский там наверное можно и в будние дни кто может веронике сергею помочь потому что у них конечно тяжело и тяжело столько зверя которые они и лечат и содержат и тянут вдвоем конечно большой поклон еще и машу сейчас взяли я не представляю как они то есть мы с мансуром с одним сколько тут прыгаем сколько людей они вдвоем ну да понятно что помогают люди там и на машу собрали денег и приезжают и варят делают ну все равно все равно любая помощь она и наш федя любимый раб медведя я теперь раб маши обещал принципе без разницы мне кажется федерат медведя он раб любого медведя ну да это уже такая гарантия ответственности и того что все будет сделано в лучшем виде так что звоните приезжайте переводите мансурке денег на его бассейн вот он планируется вот там в этой гравитационной яме куда мансур скинул катушку бочку у него там лежит в общем все его игрушечки все пока там кроме шар да шарик нет шарик американский шар да спасибо бреду шарик он катает тут кстати вот интересно показать людям насколько высоко забирается мансур я не знаю даже насколько будет видно вот это да то есть это вот до верхней вот этой вот развилки первая развилка вторая развилка и вот вплоть до тонких тонких веток бодрана кора то есть я не знаю как это дерево выдерживает ну дерево кстати кора ободрана снаружи давай вот я могу подойти просто показать как в принципе ничего страшного для дерева то есть кора обдирается как стесывается как наждаком медведем но при этом до эпители или какой там слой под корой не не обдирается поэтому думаю что дереву плохо не будет но видно четко видно следы от когтей как он вот забирался когтями держался видно что с колесом играет регулярно и много тоже немножко уже подрано покрышка от самолета развлекается развлекается в движонок доедает орехи наташа привет ешь ешь я у тебя не отниму ничего все твое мансур все твое на дереве поснимаем ну просто когда приезжаем выходные зачастую мансур не до дерева ему хочется пообщаться по поиграть пообщаться с человеком и о дереве он забывает поэтому но я думаю ближе к лету будет почаще лазить и мы побольше на аэродроме будем поэтому обязательно снимем покажем как лазить ну или камеры сейчас ребята делают там денис алексей саша там занимаются камерами чтобы поставить и сделать прямую трансляцию 24 часа камер через youtube на канале мансура будут и тогда можно будет наблюдать как мансур что делает в будние дни чем занимается где лазит как ест камера потихонечку сначала одну а потом я думаю несколько камер будет установлено наладим это дело да пространство в вольере мансуру хватает вот если посмотреть вот видите забор это вот малый вольер здесь а за забором вот затем вот здесь такой шлюз есть постоянно открытый вторая зона большой вольер сейчас я могу пройти пройти и вот эта территория большого вольера то есть здесь от этого мы что-то считали больше гектара получается весь этот лес это лес мансура где он может бегать играть гулять то есть идеология полувольного содержания зверя когда свой есть лес своя территория для для того чтобы как-то перемещаться вести активный образ жизни да немножечко он пытался тел ну и хорошо